Женское лицо победы. Одноименная выставка, посвященная участницам Великой Отечественной войны, получившим звание Героя Советского Союза, открылась накануне Международного женского дня 8 марта в выставочном зале Дворца культуры Арктика. Одной из первых с экспозицией познакомилась наша съемочная группа. Слово Ольги Русул. Более 30 стендов с биографическими данными героических защитниц Отечества. Условно выставку можно разделить на пять блоков по видам и родам войск. Летчицы, партизанки, медики, пехотинцы и танкистки. Кроме того, представлена информация о четырех полных кавалерах Ордена Славы. Среди героинь выставки – наши землячки, ветераны войны. Внук Аниси Меркуриевны Шалониной Максим для организации стенда принес 15 медалей. В том числе Орден Великой Отечественной войны второй степени, наградные листы, удостоверение к медалям и орденам. 12 января Аниси Меркуриевне исполнилось бы 100 лет. Западном фронте с 1944 по 1945 год. Она была санитаркой. Призывалась она уроженка села Республики Коми. Уходила на фронт с Ниньского автономного округа. Ну и, соответственно, после завершения войны прожила всю оставшуюся жизнь в Наринмаре. Герои Великой Отечественной есть в каждой семье. И те, кто защищал родину на передовой, и те, кто всеми силами помогал в тылу. В каждой семье живет память о той страшной войне. Мама, она жила в Смоленской области, в Дубовской район. И когда там началась бомбежка, их всех на поезд посадили и отправили под Архангельск. Вот мою маму. А родители ее были убиты. Был налет, как мама рассказывала, и снаряд попал прямо в дом. Александра Чупрова родилась в самом начале Великой Отечественной. Отец погиб. Матери пришлось взять все хозяйство на свои плечи. Была мне всего три месяца, когда папа уже не стало. Он ушел на войну, и все. И погиб там. Поэтому так не знаю. А сколько у мамы ваших детей осталось? А у нас у мамы было восемь. Осталось четверо. И я самая малая была. Я с году, мама говорила, это Саша, наверное, не выживет. И я год была в больнице. Выписали кости и кожу, можно сказать. Ну, спасибо ей, спасибо всем. Вот теперь я здесь. Среди первых посетителей много детей и подростков. По задумке организаторов экспозиции, главная идея выставки – не дать подрастающему поколению забыть подвиг нашего народа. Все подвиги очень важны для нас, потому что благодаря смелости этих женщин мы сейчас тоже живем, помним. Трагические судьбы, самоотверженная борьба за победу до конца присутствующие не могли сдержать слез. Посетители узнали о многочисленных подвигах женщин, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Говорят, есть такое выражение, что у войны не женское лицо. Ну, это, конечно, бесспорно так, но если так думать и рассуждать, это, конечно же, неправильно, потому что женщина тоже принесла победу весне 45-го года. И чтобы люди об этом знали, мы решили сделать вот эту выставку. Выставка «Женское лицо Победы» продлится до конца марта. Посетить ее могут все желающие. Вход бесплатный. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спасибо. Продолжение следует...